Поминальную молитву актеры театра драмы покажут 29 января на сцене ОДКИ. Этот спектакль повествует о жизни обычной еврейской семьи после погромов 1905 года. Одной из главных ролей играет Андрей Щербинин. К слову, актеру недавно исполнилось 60 лет, и спектакль станет его бенефисом. Во Владимирском академическом театре драмы артист работает с 1983 года. После окончания Ярославского театрального института. Среди ролей Андрея Щербинина благородные и интеллигентные капитаны романтических бригантин. Благородные отцы, злодеи с таинственным прошлым. В поминальной молитве он играет главу еврейской семьи молочника Тевье. Любимая жена Голда подарила ему пять дочерей. И деревенский философ Тевье, как заботливый отец, всеми силами пытается обеспечить ему удачное замужество и счастливую жизнь. Андрей Щербинин бессменный обладатель приза зрительских симпатий, который получает ежегодно вот уже в течение пяти лет. А в 2015 году артист был удостоен одной из самых почетных наград Владимирского академического театра драмы. Медали за пламенное и самоотверженное служение театру. Бенефис актера не единственная постановка этих выходных. Театр кукол традиционно порадует малышей. Берут, закрою глаза. Темно. Ничего не вижу. А потом открою. И красота. 29 января покажут зимнюю сказку про ежика и медвежонка. Он сделан в формате спектакля на подушках. И впервые все куклы в постановке – марионетки. Спектакль для юных зрителей покажут в 10.00. А через час в 11 дня на сцене театра кукол сыграют русскую народную сказку «Гуси-лебеди». А на следующий день – дюймовочку «И не хочу и не буду» по сказке советского писателя Сакка Рунге. Есть чем себя порадовать в эти выходные и любителям истории. В музейном центре палаты продлили работу тактильной выставки «Белокаменная резьба в соборах Древней Руси». Я люблю город, широкий. Я могу бы все подробности просто осмотреть. Вот. А также я вижу, что он сидит вверхом на льве и пытается ему разорвать пальцы. Особенность выставки в том, что экспонаты можно потрогать. Экспозиция создана специально для людей с нарушениями зрения. Ощутить в рамках выставки можно 3D-модели барельефов Дмитриевского собора во Владимире и Георгиевского в Юре в Польском. Наполнены выходные и мастер-классами. К примеру, в Доме культуры молодежи научиться можно будет традиционному ткачеству на ремизных станках. А в библиотеке для детей и молодежи в 16.00 состоится мастер-класс по игре на барабанной установке. И это только часть калейдоскопа событий, которые в субботу и воскресенье смогут посетить жители столицы региона.